Здарова, Орлы! Меня зовут Андрей, это Plushner Factory, и сегодня я расскажу вам, как настроить ваш Streamlabs OBS для стримов и для записи видео. Всё-всё-всё. Базовые настройки, настройки для видео, настройки для стримов, звук, как это всё применить и как работать с Twitch и YouTube. Поехали! Итак, мы пользуемся Streamlabs OBS Desktop. Версия, неважно, самый последний качайте с их сайта. Заходим в настройки, и мы видим много разных меню. Для начала нам нужно залогиниться. Это можно нажать вот здесь, нажимаете Login. Можно логиниться с помощью самого сайта на Streamlabs, можно логиниться с помощью YouTube, можно логиниться с помощью Twitch, в зависимости от того, где вы стримите. Теперь самое важное меню. Вам нужно настроить правильный битрейт, правильное качество, чтобы вам хватало интернета, чтобы вам хватало вашей машины, чтобы качество видео было классным. Рассказываю. Заходим в настройки Output. Здесь у нас есть Streaming. В Output Mode нажимаем Advanced, потому что у вас будет стоять Simple. И дальше. Все, что вам нужно иметь, вам нужно иметь любой компьютер с картой NVIDIA RTX выше, чем 2060. Тогда у вас будет возможность выбора энкодера. Это то, как ваше видео будет переделываться для того, чтобы сайты, как Twitch и YouTube могли это принимать быстрее. Вам нужно выбрать NVIDIA Invent H.264 New или у вас может быть просто без New. Это специальный энкодер, который использует только вашу видеокарту, а не процессор, поэтому можете играть довольно мощные игры и при этом не проседать в кадрах в секунду, и при этом записывать хорошее качество видео, и при этом делать хорошее качество стримов. Выбираем CBR. Это у нас стабильное качество битрейта. И дальше. У меня стоит 18 тысяч, потому что я записываю в 2К. Показываю. У YouTube, у Twitch, у Kika, просто набираете в интернете, гуглите. YouTube Bitrate Requirements. Это рекомендация и максимум вашего битрейта, который вы можете поставить в Streamlabs UBS, чтобы выдавать лучшее качество для стримов. Мы сейчас говорим про стримы. Для Full HD 60 FPS мы можем ставить от 4 тысяч битрейта до 10 тысяч битрейта. Для 2К 60 FPS мы ставим от 6 тысяч битрейта до 30 тысяч битрейта. Как понять, какой битрейт ставить? У меня сейчас стоит 18 тысяч. Для меня это идеально хорошее качество 2К. Я проверял свои стримы. Как понять, какой битрейт вы можете ставить? Все очень просто. Мы заходим на любой сайт с измерением скорости вашего интернета. Нажимаем Go. И дальше смотрим ваш Upload Speed. Соответственно, тот битрейт, который вы выберете, Upload Speed, должен быть в 2 раза больше. Если я выбрал 18 тысяч битрейт, то тогда мой Upload Speed в мегабитах должен быть как минимум 36 мегабит. У меня, как видите, довольно много. Но вы должны помнить, чем больше ваш битрейт, тем будет тяжелее сами файлы, которые вы будете отправлять в стрим. Соответственно, для некоторых это будет жраться больше интернета. Но мы живем такое время, 21 век, 2К. 18 тысяч битрейт показывает уже максимальное качество для меня. Я проверял, я оставил для себя так. Поэтому еще рассмотрим requirements на сайте. Вот, например, для Twitch то же самое. Максимум у нас Full HD, 60 FPS. И битрейт мы должны выставить 6000. До 8000 работает нормально, дальше работает плохо. Дальше настройки идут довольно стандартные. Для всех платформ они работают хорошо. Keyframe интервал мы ставим 2. Пресеты ставим на максимум quality. Профиль ставим на high. Lookahead мы не отмечаем. Psycho Visual Tuning помогает. Качеству GPU 0, Max B Frames 2. Не стоит давать подробности, что это такое. Ставьте, так работает. Recording. Это запись наших видео. Мы можем записывать видео и во время стримов, и отдельно, чтобы сделать контент. Соответственно, мы здесь выставляем recording формат MP4. Или тот формат, который потом вы сможете использовать в монтаже. Соответственно, это может быть MOV или MP4. Мы также ставим NVIDIA NVENC H264. И здесь CBR можете ставить довольно высоко, потому что он не зависит от вашего интернета. Но, опять же, 30 тысяч битрейта хватает за глаза со всеми теми же настройками, чтобы получать супер-супер-супер качественное видео, как это. Настроили? Супер. Аудио, в принципе, можете не трогать. Но, например, YouTube, если мы посмотрим здесь, говорит, что лучше всего аудио это 128 килобит. Что не супер топ, но для того, чтобы качество вашего видео, стрима, было сопоставимо с качеством YouTube, лучше сделать, как они говорят. В настройках аудио мы, в принципе, ничего не делаем, только если вы хотите конкретные девайсы добавить, но нам это не нужно. Теперь важно. Видео. Я снимаю видео со своего второго монитора, который 2К. Поэтому я вставлю здесь Custom и прямо вписываю разрешение моего монитора. Custom Base Resolution это то, какого монитора вы записываете. Output Resolution это разрешение видеоролика, которое будет выдавать. Соответственно, если у вас машина послабее, вы выбираете 1920 на 1080, это Full HD, этого хватает на YouTube и Twitch за глаза. И лучше всего, чтобы Base Resolution и Output Resolution были одинаковые, чтобы программа не делала за вас там инкодирование в разное разрешение. Фильтры выбираем самый топовый, FPS Type выбираем 60 и на этом настройки заканчиваются. Единственное, что вы можете добавить в настройках в Advanced, Process Priority, вы можете поставить Above Normal. Это значит, что программа будет использовать как приоритет процессорную мощность, чтобы записывать лучший стрим или лучшее видео для вас. Это работает довольно хорошо. Вы можете поменять что-то под себя здесь, это не сильно повлияет, можете использовать как я. Поехали дальше. Настройки сделаны, теперь как записывать видео. Соответственно, вы просто нажимаете Rec и видео начинает записываться. Итак, теперь я покажу, как это сделать в самом Streamlabs OBS. Чтобы стримить и записывать видео, вам не нужно много разных виджетов, вам нужно всего лишь два. Первый, нажимаем плюс, заходим в General, выбираем Video Capture Device, нажимаем добавить. Нажимаем Add Source. Появляется картинка с вашей камеры. Вы можете нажать правой кнопкой Properties и выбрать правильную камеру. Например, у меня есть моя вебка и у меня есть встроенная камера в мой ноутбук. Работает. Можем изменять, двигать, все как вам нравится. И второе, то, что нам нужно сделать, нажимаем плюс, нажимаем General и нажимаем Game Capture. Когда появляется это меню, вы ее передвигаете ниже, чем ваша камера. Таким образом. У нас все готово. Мы можем запускать стрим. Как это делать? Чтобы записать видео, нажимаем просто Rec. Я уже про это говорил, видео будет записываться. Потом вы найдете видеофайл. Чтобы начать стрим, вам нужно нажать Go Live. Дальше, если у вас подключен Streamlabs OBS Ultra, вы можете выбрать разные платформы, где вы будете стримить одновременно. То есть можно сделать мультистриминг. Twitch, Kik, YouTube, все одновременно. Только единственное, что у вас будет единый битрейт под все. И, например, в Twitch у вас битрейт максимальный 6 тысяч, 4-8 тысяч, а на YouTube уходит до 30 идите. Поэтому вам придется ее вставлять везде 8 тысяч. И тогда везде будет качество усредненное. Я выбрал только YouTube, потому что на YouTube я могу стримить 18 тысяч битрейт, 2К качество. Все очень круто. И потом это использовать в видео. Это мой личный совет. Соответственно, у меня выбран YouTube. Он автоматически все подтаскивает здесь. Вам только нужно написать название, хэштеги, нажать Go Live и все будет live. Но я рекомендую заходить до этого в YouTube, настройки Go Live, создавать календарь ваших стримов. Например, как у меня вот создан. И потом, когда вы создаете Schedule Stream, все выбираете, монетизацию ставите, все выставляете. Потому что здесь намного больше настроек. И вы заходите в Streamlabs OBS. Вы можете выбрать Event. И здесь выбрать конкретно ваш стрим, который уже все подтачивает. И вы нажимаете Go Live. И вы, собственно, онлайн. Появляется чат, который вы видите. Появляются все настройки, которые вам нужны. Вы можете параллельно проверять на YouTube, работает это или нет. В настройках Go Live здесь. Здесь можно проверять аналитику, сколько сейчас человек смотрит. Здесь можно проверять, насколько хорошо ваше качество идет. Но в целом, вы готовы стримить. И я вам советую начать это делать. Потому что 2023 год сейчас офигенный для того, чтобы начать стримить игры, делать контент про игры и так далее. Не слушайте всех тех, кто говорит, что уже поздно. Не поздно. Я доказываю это на своем примере. Кстати говоря, на канале Андрей Пелкий, который про игры, про стримы. Там все довольно интересно. Про номер RPG, RPG. Идите туда, пожалуйста, подпишитесь. Потому что так вы сможете на личном своем примере смотреть, как я развиваюсь. У нас там всего 1000 подписчиков. Мы довольно быстро растем и интересно. И там я проверяю все теории, которые рассказываю на этом канале. Также есть предыдущее видео, которое рассказывается в принципе про стриминг и про игровую индустрию на YouTube и на Twitch. Проверяйте. Там много очень полезных и важных советов. А я вас был рад. Видите всех очень? Эх, соскучился. Хороших вам выходных, хорошего дня, хорошей рабочей недели, когда бы меня не смотрели. С вами был Андрей. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк и в комментах, пожалуйста, дропайте какую новую тему, о чем рассказать. Я буду рассказывать теперь про все, что связано с видео, с монтажом, со стримами, с играми. Все, как мы любим. Увидимся. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok